Один, два, три минуты. Всё, да? Мы в эфире? Да. Сейчас людей ещё нет. Может сюда лучше сесть? Может сюда ближе. Без разницы. Можно так и сидеть. Нет, людям не слышно. Громкость, громкость. Вот сюда лучше. Давайте. Вот сюда садись. А, сюда мне. Давайте, хорошо. Так, здравствуйте. Это говорит с вами адвокат Умарова Айман и Азамат Байкенов. Все вы знаете, что? Или не знаете. Сегодня Азамат Байкенов вышел. Именно по административному делу отсидел 10 суток. И сегодня у нас было обжалование североказахстанском областном суде. И в североказахстанском областном суде Азамат Байкенов ранее написал жалобы на незаконность проведенных обысков, личных обысков, получение санкций по постановлению следователя Викторганова. Рассматривал судья Сактаганов. И три из них фактически рассмотрел. Но по двум уже вынес решение. На третьем мы уже сказали о том, что мы ему не доверяем. Но отвод мы не заявляем, потому что смысла мы не видим. Мы видим, что формальное рассмотрение идет. Так вот, что случилось. Старший следователь СУДП Североказахстанской области Бек Турганов по уголовному делу, по статье 174, части 1, получил санкцию следственного судей. Получил санкцию на обыск в доме, где проживал Азамат Байкенов и проживает. А также получил санкцию на производстве выемки сведений, относящихся и составляющих тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений. Также совершил личный обыск и так далее. Азамат полагает, что это совершено незаконно, поскольку было много незаконных и правомерных действий. Но я скажу так, что я как адвокат тоже так считаю. Так, например, Бек Турганов, что делает? Пишет в самом постановлении, что 15 декабря 2019 года в адрес СУДП СКО поступил материал КУИ 19.59.303, потом 4.0773, согласно рапорта начальника отдела Шитканова, в ходе проведения оперативно-рассказных мероприятий и мониторинга интернет-ресурса выявлен факт возбуждения социальной и сословной розни гражданинам в кавычках А. И, значит, данный факт внесен РДР, который номер я назвала, нет, не номер я назвала, номер 19.593.0.31.3.0.1.0.5 по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статью 174, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. И вот далее. В ходе проведения оперативно-рассказных и мониторинговых мероприятий установлен Бакенов Азамат Билкулатович, который, проживая по такому-то адресу, имеет личные профайлы открытого доступа, где размещает изображение видеофайлы оппозиционного содержания, при этом публикует видеофайлы со своим участием, выражая свои умозаключения и иных лиц, которые поддерживают идеи запрещенной организации ДВК. Так в социальных сетях Инстаграм зарегистрирован как Бакенов Азамат. И так далее, и так далее. И дальше он, естественно, просит санкцию, да, на обыск, санкцию на, значит, о производстве выимки сведений и так далее, и так далее. Так вот, в чем тут проблема? Проблема в том, что первая проблема, это проблема то, что уголовное дело вознужено по части, 1.107.4 статьи «Возбуждение социальной сословной розни». В общем, абсолютно непонятно, что за сословная рознь, какие сословия имел в виду следователь. Он, видимо, имел в виду рабочий, крестьян там, еще кого он там, какие сословия. У нас что, страна со сословиями, что ли? Что это было вообще? Когда я была у президента Токаева, мы обсуждали этот вопрос по поводу сословия. По сословиям не было изменений, потому что, вы знаете, что в Конституции эти фразы у нас даже есть, сословие, вы понимаете, что такое сословие? Сословие, сословно, вообще осталось после того, как раньше в советское время в этом уголовном кодексе были эти нормы, так как действительно предполагалось, что сословия были, до революции еще сословия эти были. А социальное, что значит под социальными группами, кто что подразумевает? Вы же понимаете, это тоже очень такая сложная тема, вообще абсолютно непонятно. Кроме того, меня возмущает то, что видеофайлы оппозиционного содержания. Вы знаете, да, последний раз выступал президент и говорил про оппозицию, что должна быть оппозиция в конце концов. Это же странно, оппозиционного содержания. То есть это значит, ты не должен критиковать, ты не должен властник критиковать. Так что ли? Далее умозаключение. Умозаключение у каждого у нас есть. Получается, что нельзя делать умозаключение. Это тоже очень странно. Более странно, то, что в инстаграме, то, что указано Байкенов Азамат, оно не принадлежит ему. И об этом всем известно. Изымался даже телефон. Сначала изымался, потом через какое-то время возвращался, ложился в карман и делали как будто изъятие. Здесь, конечно, могло быть, что любые манипуляции с этим телефоном. Но однозначно все вот эти сведения, по которым получил Бек Турганов, санкцию у судей, оно основано в этом постановлении, содержание не соответствует реальности. То есть таким образом, получая санкцию, мягко говоря, следователь Бек Турганов, он ввел в заблуждение суд. Естественно, Азамат подал жалобы, суд два из них рассмотрел, третий мы уже даже не стали дальше принимать участие, потому что это очень формально, абсолютно формально, с актаганов, и он оставит без изменения. Это мы думаем. Но сам факт, в ходе слушания закрытого процесса прокурор, фамилия прокурора, у меня записано, я извиняюсь, сейчас я скажу, его фамилия Молдубаев, я позже назову его фамилией, это не столь важная его фамилия сейчас. Вот, участвующий в деле прокурор, он что сказал? Он сказал, что возбуждено было по факту. Я говорю, как по факту? Ведь здесь же конкретно указано, что в отношении человека выявлен факт об возбуждении социальной грозы гражданином таким-то. С одной стороны, как бы факт. С другой стороны, когда супруга Азамата Байкинова обратилась к следователю о том, что с просьбой назначить ее защитником, был получен отказ, где указано, Ахаев уже руководитель СОК, старший следователь, он указывает, что нет у него по данному, в настоящее время по уголовному делу, процессуальный статус Байкинова не определен. Сори, что это было? Как это, процессуальный статус не определен? А что, в качестве кого он был тогда, когда вы опыт сделали? Свидетеля? Или свидетель, мящий право на защиту? Или подозреваемым? Если нет, в таком случае, зачем же вы это все делаете? Скажите, пожалуйста. Я скажу так, что в данном случае однозначно понятно, что самое главное, что сотрудники КНБ за этим стоят. Это тот самый Алике. Привет, Алике, сотрудник КНБ. Желаю удачи вам в новом наступающем году. В связи с этим, хотелось бы обратиться к господину Масимову. Господин Масимов, ну сколько это можно? Ну сколько можно сажать людей? Ваши сотрудники сажают, фальсифицируют доказательства по 174 статье. Ну неужели у КНБ нет других дел, кроме того, чтобы вот таких вот ребят фальсифицировать, запугивать, сажать? Скажите, вы же понимаете, что то, что делают ваши сотрудники, это против народа. Все идет против нашего же народа. Чем вы, вот когда-нибудь вы выступите, в конце концов, по этим статьям? Ну неужели вы не понимаете, что, неужели вы не знаете, в конце концов, что ваши сотрудники, да, они фактически фальсифицируют доказательства, они противопоставляют людей друг другу. Понимаете? Более того, значит, здесь идет, типа, одни у нас оппозиции, другая у нас не оппозиция, одни у нас. У нас, получается, в стране, кроме того, чем заняться вот такими вот делами, по соцсетям, да, вот, работы КНБ никакой не проводит. То есть по делам, которые вытекают из каких-то публикаций в соцсетях. Более того, вы сами видите, что Байкенов Азамат и Инстаграм, это не его профайл, он вообще в Инстаграме не сидит. Зная это, фальсифицируют доказательства, вы хотите преподнести, что вы боретесь с чем? С экстремизмом или с терроризмом вы боретесь? Я скажу так, что мне кажется, можно самого Бектурганова, можно самого этого сотрудника по имени Алике, Алике привет, на вас зарегистрировать уголовные дела, за фальсификацию доказательств, прежде всего, по уголовному делу. И очень жаль, что сейчас идет поголовное осуждение, незаконное осуждение по статье 174. Вот почему я против статьи 174, я считаю, что эта статья должна быть декримилизирована. Если даже не декримилизирована полностью, хотя бы связать его с последствиями, кто-то что-то сказал, кто-то не так сказал, видишь ли он делал умозаключение. Что касается ДВК, он не поддерживал ДВК, вот его слова, я говорю, да, и он не состоит в членстве ДВК и так далее. У нас что? У нас хоть чуть-чуть, если вам не нравится критика, то этот человек обязательно должен поддерживать ДВК, или он должен обязательно состоять в ДВК. Это умозаключение кто сделал? Алике вы сделали, да? Или кто-то еще сделал? И я хочу сказать вот что. На сегодняшний день мы имеем что? Мы имеем 174 статью, часть 1, явно незаконно зарегистрированную, которые будут, извините меня, проталкивать через прокуратуру, которые молчат, когда касается дел Комитета национальной безопасности, фальсификации на фальсификации. И все эти дела умалчиваются судьями, и такое ощущение, что у нас всей страной правит Комитет национальной безопасности вот с этими, да, и все решают они. Еще до суда они все уже решили, значит, и почти все дела Комитета национальной безопасности проходят очень легко, потому что судьи, видя, что здесь замешанно говорю, я извиняюсь за это слово, видя о том, что Комитет национальной безопасности это дело контролирует, они не решаются на оправдательные приговоры вообще. Поэтому масса людей незаконно осужденных по ст. 174. Вот показатель того, что следователь Бектурганов уже в своем постановлении указывает о том, что, извините, у него оказывается оппозиционное содержание, он, наверное, имел в виду, что он критикует и за критику его преследуют. Естественно, критикует Азамат, конечно, да, он критиковал власть, он критиковал не только власть, да, и он будет критиковать, это его мнение. Раньше была статья даже такая в Уголовном кодексе, значит, запрещалось преследовать за критику. А сейчас критику нельзя, оказывается, да, вот, высказывать даже. И любого человека, который говорит против чиновников и против власти, будем говорить так, если сажать в тюрьму, мы что будем иметь в конце концов? О каком правом государстве мы будем говорить? Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки 174 статья была декимилизирована. Алаема Мұратның мүште қазақшы айында, оқырмандарыңыз қазақшы сұраға. Мен Петропавлыстамын Азамат Байкенов деген жүгіттің ісіме келіп отырмын. 174-нші баптың бірінші бөліміменен іс қозғалған. Осы жерде мұна кергеуші Бектурганов деген полицияның қызметкері, бірақ негізінде бұ жерде ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамы бар дейді. Әлеке деген әлеке сәлеметсізбе, сол әлекенің арқасында ұлтты қозғаған, өшерде бітеді социал әлюметтік дейді, сасылығын дейді, сасылығын дейді. Сонда алауыздық қоздырған дейді, ал негізінде кім қоздырғаны білексіз бір адыген Азамат дейді. Бүгінгі сотта Азамат Байкеніф өзінің құқын қорға бөтіріп шағым жазған, ой шағымда студияның санциясы, түнтіу санциясын берген үшін, еңде түнтіу өзін түнтіу берген үшін соны заңсыздеп тала біткен. Бірақ областық соты сақтығанық деген студия Петропавлысы табушет ет, үзге сонда қауылшығар бұтыр занғы деп. Қалай ол занғы болады, себебі мұна тереушінің, бектурғанық деген тереушінің қаулысында занғсыз әрекеттер жазылған. Сеу бетеді аппозиционы сәдер және дейді, сонда бұл Азамат Байкенов аппозиция сияқты сөйлеген видеофайлдары бар дейді, ДВК қатысы бар дейді, сонда қолдайды дейді, ДВК-ны. Бұл айтып атыр мен ДВК-ны білмейді, өз дейді ұмаза күлшен дейді, өзің ойын жазған дейді, сонда өзің ойын жазға болмайма. Сонда жерде Инстаграм Азамат Байкенов деген және дейді, бұл айтыр жазған дейді, инстаграмда бұл отырмайды, бұл жалғанын ақпарат. Өстіп, сонда жалғанын ақпарат алып, соттан сансия алып алған, сот сөйтіп, келіп, бәкен түргенен жаңадай құжаттарын телефоннын алған, бүткен сөйткен тағызаттарын алған, түнтіп алып, телефонды біресі алып қойған, сонын алып қойғатта шын бұра вақыт өткенің қайтадан телефонды берген. Оның күшінде қандай манипулясты жасады, не істейді оларды біз бірмейміз. Енді келіп сотта, жаңаға прокурор айтады, менді байыз көйдем, менді байыз көйдем, менді байыз көйдем. Біз ол фактпенен қозғылған істейді, азаматқа қарсымест дейді. Мен айтым, қарсымест бұл статусы қандай десек, әйелінің қағыз бірет. Статусы жоқ оның екен. Қалай оның статусы жоқ олың? Бұл адамның статусы болу көріп көріп. Не ол жаңаға көгер, немесе ол жаңа да көдікті, сон статус болу көріп. Ауында неге оның е барып жаңа да түнті жасал болдыр. Сонған қарағанда біздің оймыша осы заңсыз әрекеттерін бәрі ұлттық қауіпсіздік комитеті артында тұрған өйін заңды деп таңыя танып, сон осынды қауылай шығары батыр. Енді қазіргі уақытта біздің қауіп ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары жағы осы полиция қызметтерлерін пайдаланып, солардың қолменен азамат байкенің кәкісін көрсетіп, 174-пенен күдікті ретінде неғылып қамап көйіп, пертен бірнәрсе степ қызыңдай заңсыз әрекеттерін жасап, сотпен келісіп соттайма деп отырмасы. Сол айтарымыз сол. Сол, понятно, да, что мы чего опасаемся, то завтра путем фальсификации могут они это дело направить в суд, и поскольку за этим стоят сотрудники КНБ, значит, могут его осудить по этой статте 174-й. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова